ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Что делать с транспортным налогом? Озадачилось Федеральное министерство транспорта. Прозвучало предложение заменить его экологическим сбором. Его величина будет зависеть от класса двигателя. Чем больше вредных выбросов, тем больше плата. Причем суммы не будут дифференцироваться в зависимости от региона. К концу этого года Минтранс должен детально проработать данную инициативу. ТРАССА 101 МВД и Росстандарт займутся разработкой новых автомобильных номеров. Предполагается, что они уменьшатся в размерах, а для машин японского и американского производства будут выпущены отдельные знаки, хорошо помещающиеся в предусмотренную для этого нишу на кузове авто. Кроме того, планируется внедрение спецзнаков для ретроавтомобилей и спорткаров. ТРАССА 101 Росстандарт потребовал прекратить продажу колесных дисков 10 китайских марок Нитро, Кроссстрит, Алькаста и так далее. Полный перечень можно найти на сайте ведомства. Как говорится в его сообщении, данная продукция не соответствует нашим требованиям и представляет угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. За реализацию таких дисков магазинам теперь грозит крупный штраф и приостановление работы. ТРАССА 101 Сегодня в Ижевске стартует выпуск универсала «Лада Веста», а также его вседорожная версия SW-Кросс. Машины попадут в продажу ближе к концу 2017-го. Означаться они будут либо привычным ВАЗовским движком объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с., либо 122-сильным агрегатом 1,8, трансмиссия, пятиступенчатая механика или робот аналогичного диапазона. Ранее сообщалось, что топовая версия «Лада Веста» в кузове «Универсал» будет стоить под миллион рублей. Российский завод «Форд» выпустил несколько моделей «Фокус», работающих как на бензине, так и на газе. Машины в октябре поступят в распоряжение таксомоторных парков. 40-литровый газовый баллон поместили в нишу запасного колеса, при этом объем багажника не уменьшился. На «Голубом топливе» автомобиль способен проехать 320 км, плюс 450 на бензине при полностью заправленном баке. Двигатель объемом 1,6 литра мощностью 117 л.с. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.